МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! У нас в гостях Глеб Павленко, режиссер анимационной студии «Мечта лёд» и Роман Иванищев, сооснователь творческой группы «Hero for Hero» с автор графического романа «Невельской плоды воображения». Все правильно я назвала? Нигде не ошиблась? Да, все верно. Ну и теперь будем расшифровывать. У нас, кстати, в студии уже есть небольшие, так скажем, спойлеры. Вот здесь это графический роман, здесь фрагменты мультфильма. Давайте, наверное, тогда начнем с мультфильма. Да, конечно. Так что, когда мы его увидим? Сам мультфильм, по самым оптимистичным прогнозам, мы увидим года через три, потому что анимация — это все очень небыстро. Но мы гораздо раньше увидим тизер. Вероятнее всего, это будет в декабре месяц. Мы изначально планировали сделать небольшую короткометражную зарисовку вообще про Геннадия Ивановича Невельского, но в итоге решили сделать ее уже в формате тизера и выйти на большой проект. То есть это будет, мы планируем полнометражный мультфильм. Откуда появилась такая потребность в мультфильме? Мы вообще столкнулись вот в свое время как раз с работой ребята с Хиро Фахиро и заинтересованы были происходящим в манге тем, что это про Дальний Восток, тем, что это про, в принципе, такую личность, как Невельской, и решили сделать проект именно про Дальний Восток и именно путешествие сюда. Была потребность в первую очередь показать интересным Дальний Восток как какую-то уникальную локацию. То есть во многом наша история, она, да, и про Невельского, но она и про сам Дальний Восток вообще как таковой. То есть наша основная цель это показать Дальний Восток таким, каким его не видел никто. И самое главное, он довольно красочный. Да, разумеется. Ну, это на данный момент преимущественно поиски. Вот, у нас, возможно, немножко по-другому будет выглядеть тайга, вот, но, да, мы вот ориентируемся примерно на такие образы. Ну, вот, Санкт-Петербург уже такой, каким он будет точно. Роман, а у вас графическая часть. Цветного мало, но красоты много. Расскажите об этом. В 2015 году я и мой соавтор, Ксения Фролова, мы во Владивостоке начали работу над графическим романом о Геннадии Ивановича Невельском и о том, как Дальний Восток вообще оказался в пределах России. И почему мы выбрали Геннадия Ивановича Невельского и, собственно говоря, почему ребята продолжают на него опираться. Потому что Невельской – это главная фигура на Дальнем Востоке. У нас даже был такой слоган, что «Мы здесь, потому что он пришел сюда». Потому что все, что происходит сейчас вокруг нас, вот эта телестудия, город Хабаровск, город Владивосток, там мосты, поезда и все остальное, это потому что Невельской, невзирая ни на какие запреты, ни на что, он просто пришел и открыл Дальний Восток и доказал, что Амур судоходен, а Сахалин – это остров. И тогда это полностью поменяло всю геополитическую обстановку в мире. И вот можно сказать, что Геннадий Иванович Невельской – это фигура мирового масштаба. А когда мы сможем увидеть графический роман? Ну вот здесь я могу порадовать наших зрителей и читателей тем, что графический роман, первую его часть, можно увидеть уже прямо здесь и сейчас. И в магазинах Хабаровсков книжных, и в музее Градекова продается первая часть графического романа. Она издана в 2021 году, нами мы собирали средства на издание на краудфандинговой платформе «Планета». То есть это работает? Да, это работает. И более того, могу сказать, что как в свое время памятник Невельскому до революции во Владивостоке собирал весь Дальний Восток, деньги на него, так и в этот раз деньги на издание книги собирал весь Дальний Восток, чтобы этот графический роман появился. Сейчас, слава богу, вот и ребята, и мы выиграли гранты, фонд культурных инициатив. Мы дальше продолжим работать над этой темой уже при поддержке фондов. А как идут, кстати, сейчас продажи? Вот потребность есть в романе? Самое интересное, мы мониторим ситуацию, то есть часть рожа мы оставили в Москве, а часть привезли во Владивосток, и он продается на Сахалине, на Камчатке, во Владивостоке, в Амурской области, в Приморье, в Николаевске, наверное, он дошел туда через детские библиотеки, потому что часть тиража мы подарили в детские библиотеки Дальневосточного региона. И по фондам библиотек он разошелся. И надо отметить, что дальневосточники, конечно, больше реагируют на имя Невельского, это им понятнее, и здесь продажи на Дальнем Востоке идут, конечно, более интенсивно, нежели в Москве. Но москвичи тоже, видимо, в силу количества, там, Центральная Россия тоже покупает. А первая часть вышла, когда будут последующие? А мы планируем, что в 2023 году мы уже завершим полностью весь цикл, издадим полную историю, и будет еще большая мультимедийная выставка, которая затем пройдет по всей стране, по историческим мультимедийным паркам «Россия. Моя история». Глеб, с вашей стороны, вот вы сказали, что сам мультфильм рисуется довольно долго, да, анимация – это такой процесс долгосрочный. А на сколько минут тогда мы будем рассчитывать? Ну, если мы говорим именно о мультфильме, то мы рассчитываем на полный метр, ну, то есть это будет минимум полтора часа. Вот так. Мы смотрим сейчас, да, на два варианта. Либо это будет полный метр, либо это будет сериал «Пять по двадцать», ну, который, по сути дела, полный метр разбитый на серии. Но мы ориентируемся именно на полнометражный мультфильм в первую очередь. Вот, то есть, ну, мы рассчитываем на продолжительность где-то в полтора часа, возможно, больше, как уже будет того требовать сценарий. Грант, который вы выиграли, который заполучили, каким образом и в чем он у вас сейчас помогает? Мы на данный момент как раз делаем тизер, который изначально мы планировали сделать как короткометражное произведение, но в итоге решили делать тизер к большому фильму. Как раз-таки мы за счет средств этого гранта его и реализуем. То есть, ну, вся работа в студии, по сути дела, которая занимается работой над тизером, она сейчас оплачивается и из этого гранта. Вот интересно мне всегда было, как это быть режиссером анимационного фильма? Вот режиссер кино понятно, режиссер телевидения понятно, а здесь как? То есть вы собираете команду и как-то поглядываете за ними? Как это происходит, если вкратце? Если вкратце, ну, мы начинаем работать от идеи, есть какая-то идея, мы пытаемся потом изложить ее на бумагу. Чаще всего из этого получается так называемый логлайн, это вот коротенькая строчка, с которой мы будем понимать вообще, что происходит. Потом мы пишем синапсис, который раскрывает немножечко пошире происходящее, и потом уже переходим после этого к сценарию. У нас на студии в большинстве случаев сейчас сценарий пишу я, потому что, почему бы и нет, после этого, после того, как сценарий написан, мы собираемся с командой, обсуждаем, как это все должно работать, и ребята приступают к рисованию концептов. После того, как все концепты утверждены, как раз вот здесь начинается моя работа. Я посматриваю на то, что, да, рисуют ребята, какие получаются концепты, где-то направляю их, где-то нет, где-то получается сразу все отлично. И после этого мы уже начинаем рисовать именно анимацию. Ну, на этапе анимации основная, это моя работа, это следить за отыгрышами, за тем, как поставлена сцена, чтобы все было так, как оно задумано в изначальном сценарии в первую очередь. Насколько большая команда у вас? Команда у нас на самом деле небольшая, то есть сейчас над проектом у нас работает... Я даже не скажу, сколько, но нас можно по пальцам двух рук точно пересчитать. То есть меньше 10 человек? Ну, около 10 человек, может быть, чуть больше. Это в первую очередь художники по фонам, аниматоры. Я режиссер и, собственно, наш арт-директор, который смотрит за тем, чтобы визуальный стиль у нас везде соответствовал тоже задумке какой-то определенной. Ну, мы частично визуальный стиль уже нашли, частично на большой проект уже ищем, потому что в тизере мы его определили. А вот для большого проекта нужно еще понять немножко подробней, какие будут сцены смотреться лучше, как нам показать Дальний Восток, чтобы он был интересней, что было бы показывать правильнее с точки зрения, заинтересовать зрителя. А звуковое оформление, так называемый саунд-дизайн, это уже финальный этап? Нет, он идет параллельно. Да, конечно, наш композитор тоже сейчас работает над саунд-дизайном. Мы ищем музыку, в первую очередь ищем музыку для тизера, причем ориентируемся мы на фолк и на этнику, в первую очередь, чтобы подчеркнуть, опять же, дальневосточность всего происходящего. Роман, а вот напрашивается вопрос, сколько человек у вас занимается? А вот я хотел сказать, что это, наверное, отличие дальневосточных проектов. Мы команды очень маленькие, но очень бойкие. Нас можно пересчитать, наверное, по пальцам одной руки. То есть я, мой автор, Ксения Фролова, наш сценарист Максим Андреев и художники, которые, собственно говоря, уже отрисовывают подробности. Я еще хотел бы заметить по поводу вот гранта, который выиграли ребята на производство тизера. В рамках этого гранта «Мечтолет» вот сейчас создает тизер, и они позвали нас провести цикл передвижных выставок по Хабаровскому краю. Поэтому вот я сейчас здесь в рамках гранта, и вот в рамках этой передвижной истории, и в течение двух месяцев мы проедем по 10 городам и населенным пунктам Хабаровского края и проведем выставки по проекту «Небельской плоды воображения» и в поддержку будущего мультфильма «Место из снов», который делают ребята. Это будет... Это название мультфильма «Место из снов». Да, «Место из снов», да. И Совгавань, Ванино, Амурск, Солнечный, Комсомольск-на-Амуре, Чикдамын, Хабаровск, Бикин, Вяземская и Переиславка. Я уже практически выучил весь маршрут. Мы сделаем там выставки, которые оставим на то время, которое местная администрация посчитает возможным, чтобы они оставались. Поэтому эти выставки могут служить таким наглядным материалом для преподавания истории, истории Дальнего Востока. То есть они могут служить такой поддержкой учителям, самим библиотекарям, которые работают с молодежной аудиторией. А вы вот получаете лично, может быть, вам кто-то пишет, да, или откуда-то вы слышите вот эти благодарности, да, что вы помогаете образовываться, да, делать большой вклад? На самом деле это вот та, по сути дела, цель, с которой мы начинали эту работу. То есть донести историю до молодого поколения. Я сам по первому образованию историк. Вау! И даже какое-то время проработал в школе. И я абсолютно уверен, что история – это очень интересно. Но зачастую историю у нас в школе преподают бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и дети засыпают. Они просто вот ненавидят и не хотят эту историю. И поэтому мне кажется, историю нужно передавать живым языком. Так вы, получается, историк-инноватор. Хорошо. Мне нравится формулировка про себя, что я делаю историю. И здесь мы как раз, переложив реальные исторические события на язык графического романа, и то же самое, что делают ребята в «Мечтолете», переложив это на язык анимации, мы делаем эту историю более интересной. Мы цепляем молодое поколение, и они начинают дальше уже сами искать какую-то информацию. Потому что все выставки, которые мы проводили, ну вот, например, выставка в Хабаровском аэропорту, которая висит уже второй год, третий даже. И продолжает радовать глаз. Да, мы постоянно видим в соцсетях отзывы. Наконец-то мой ребенок заинтересовался историей Дальнего Востока. Еле смогла увезти ее на рейс, потому что ей было интересно, и так далее, и тому подобное. Мы периодически проводим встречи с детскими библиотеками, и мы видим, как у детей загораются глаза. После каждой выставки мы мониторим поисковые запросы в системах, и мы видим, что есть отсечка до выставки, есть отсечка после. Количество поисковых запросов по теме Невельское, Амурская экспедиция, Муравьев Амурский и так далее, она растет. То есть сразу после выставки народ начинает копать, а что это, а как это, а почему это. И когда мы сделали в Хабаровске выставку в аэропорту и в арт-серватории, Центр современного искусства арт-серватория, был прямо пик этих запросов, люди прямо писали и говорили, ну когда же будет роман, как раз вышла в тот момент книга, и очень многие прямо фотографировали детей счастливых с этой книжкой, которые наконец-то посвятили какое-то свое время изучению истории Дальнего Востока. Я поняла, что благодарностей немало, и это очень здорово. А есть ли какие-то недовольные, кто говорит, господи, вызывайте экзекуторов, что это вообще такое? В самом начале был некий скептицизм такой от представителей такой, ну, назовем, старой школы, ну как можно вот Геннадий Иванович, это же памятник, а вы его рисовать. Вот, но на самом деле, на самом деле, здесь я могу, я прям подготовился по этому поводу, и могу сказать, что как бы рисованное изложение исторических фактов, это достаточно серьезная такая история, которая имеет под собой, ну вот, очень много этапов. И можно прямо откатываться вплоть до житий святых, которые вот рисовали вот прямо житийные иконы, это, по сути дела, мини-графические истории. И здесь мы просто перекладываем на современный визуальный язык события прошлого, и таким образом цепляем молодое поколение и призываем его обратить на это внимание. И они обращают и начинают это изучать. Вот, потому что, ну, у меня тоже есть дети, и я прекрасно понимаю, что можно сколько угодно говорить, вот, читай это, читай это, читай это, пока он не заинтересуется, не цепанет его что-то, он потом будет бегать за тобой и говорить, а вот это почему, а вот это как, а вот это вот здесь. И вот я считаю, что мы с ребятами делаем прямо очень важное дело, перекладывая историю на понятный визуальный язык современного поколения. Глеб, а приходится ли вам что-то дополнительное изучать для того, чтобы передавать ту самую атмосферу? Дополнительно изучать в целом, да, приходится. То есть нас, во-первых, как раз вот консультируют ребята из Хирова Хира, за что им очень большое спасибо. Я лично для подготовки к проекту прочитал книгу Геннадия Ивановича Невельского о подвигах российских моряков на Амуре. Мы... здесь очень важно заметить такую вещь, мы не делаем историческое кино в данном контексте, да, то есть мы используем анимацию для того, чтобы в первую очередь заинтересовать наших зрителей в реальных событиях. Да, то есть, ну, опять же, анимация – это такая вещь, которая позволяет вам сделать практически все, что угодно, да, и если у вас в руках оказалась волшебная палочка, и вы можете... вам нужно добыть огонь, вы наколдуете огненный шар, а не будете тереть ей об дощечку. То же самое и делаем мы, то есть мы стараемся при помощи ярких визуальных образов зацепить аудиторию, чтобы ей было интересно изучить, а как оно там было на самом деле. И это касается в том числе там и личности Невельского, да, того, как мы там собираемся его показывать, то есть что мы будем делать из него героя, но при этом живого человека. А вот Роман очень правильную вещь сказал про памятники. Есть проблема как раз то, что история для нас – это всегда памятник, вот он стоит там такой красивый и ничего не делает, там только насестом для птиц служит, да. Мы хотим показать памятники живыми людьми, такими, какими они могли бы быть в реальной жизни. То есть цепляют именно реальные люди со своими проблемами, переживаниями, эмоциями, с какими-то противоречиями. И вот за такими людьми смотреть интересно. То есть мы хотим показать Невельского как интересного человека, как судьба его сложилась, как вообще строились обстоятельства вокруг него, чтобы было интересно людям потом пойти и посмотреть, а кто это вообще такой был, как он жил. И это касается не только истории Дальнего Востока, не только изучения истории Дальнего Востока для нас, дальневосточников, но и для тех, кто живет на Западе, потому что для западной части страны во многом Дальний Восток – это вообще непонятно, где это находится, непонятно, что это такое и что там происходит. А вот сейчас ведь у нас вообще в особенные времена живем, и интерес к России повышенный. Интересно узнать, что у нас же такое происходит, какие люди вообще у нас тут. Будет ли перевод на другие языки? Перевод на другие языки планируется. То есть вероятнее всего будет говорить сейчас об этом рано, но тизер мы точно будем переводить. На английский как минимум? Скорее всего тоже. Я думаю, да, это будет английский и китайский точно. А что насчет иллюстраций здесь, графического дизайна? Здесь все понятно как-то интернационально или же тоже нужны какие-то вот интерпретации? Изначально, когда мы задумывали этот проект, мы планировали его переводить, и даже когда мы первый раз презентовали его на Тихоокеанском фестивале литературной России, мы уже сразу сделали обложки японские, китайские, корейские, английские. И сейчас у нас есть упрощенный перевод на английский язык, и мы планируем сделать еще китайский, когда будет полностью готов весь роман. И еще я хотел сказать по поводу самой исторической подоплеки. Работая с иллюстрациями, мы всегда подбираем референсы из каких-то исторических фотографий, документов и прочее. И весь графический роман у нас, скажем так, исторически достоверен. То есть если это костюм императора, это костюм императора. Если это вооружение морского офицера середины XIX века, то там никаких автоматов Калашникова, ничего не будет. И при этом мы добавляем туда мифологическую составляющую. То есть придерживаясь полностью всей исторической конвы, пришел, открыл, наградили, мы добавили туда мифологическую составляющую, обязательно для Дальнего Востока. Это вот драконы, которые олицетворяют суть реки Амур, шаманы и вообще мифы местного населения. Потому что я считаю, очень важно знать, на какой земле мы живем, потому что... На какой особенной земле мы живем. Да, здесь очень много слоев, очень много цивилизаций, которые были до нас. И когда мы соединяемся с ними через рисунки, через память об этом, через какие-то языки и мифы, мы начинаем чувствовать себя укорененными. И тогда уже никто никуда не уезжает. Проблема вот пора валить, она перестает быть сама по себе, потому что эта земля начинает ощущаться своей собственной, родной и навсегда. Мы обратили внимание на центр нашей студии. Вот футболку с таким изображением могут выиграть зрители, подписчики телеканала Хабаровск, подписчики нашего телеграм-канала. Поэтому, дорогие наши, вы заходите в наш телеграм-канал, там будут прописаны абсолютно все условия. И если вы их выполните и вам повезет, то футболка с таким изображением вам достанется. Спасибо вам большое, что предоставляете нам возможность делать такие подарки нашим зрителям. Спасибо вам большое, что пришли в нашу студию, поделились столь ценной информацией и отдельно благодарность за то, что вы просвещаете людей не только на Дальнем Востоке, но и по всему миру. Спасибо. У нас в гостях был Глеб Павленко, режиссер анимационной студии «Мечтолет» и Роман Иванищев, сооснователь творческой группы «Hero for Hero», соавтор графического романа «Нивельской плоды воображения». А это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там вас ждут сюрпризы. Если что-то пропустили, все материалы и этот эфир можно посмотреть на нашем сайте хабаровск.тв.ру. Я, Олеся Куприна, прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова